Абсолютно никакой Ни подготовки, ни винтовки Звук, вот какой будет, такой и будет Ребята, нужно терпеть, нужно терпеть Ну раз такая камера Значит, оценил я вот этот вот комментарий Сразу же видно, что до конца Видосы просматриваешь, честь и хвала Честь и хвала там по поводу Вот Девушка, чтобы она жила Вместе с моим Отцом, ну и со мной в одной Квартире, да, и снимала у нас Комнату за 30 тысяч рублей, с этого я почему-то Хахнул, хахнул, это прекрасно Там про критерии Пригодности, это мы все попозже обсудим Да, с вами В следующей час немножко наканусь В одном из следующих Видео, ну не совсем скоро это будет Значит, про то, что Был комментарий 131 статья, все такое Вообще там исключительно про несовершеннолетних Да Описано, ну в принципе, что На износилку может Подать и уже после 18 Девчонка там, да То есть Бум-бум-бум В голове может Отсутствовать И присутствовать, точнее И после 18 лет Что возраст Это Пшик Это ерунда Что действительно Можно найти и пригодную И качественную Девку И в 16 лет Вот, ну начиная с возраста Согласия Мы уж так будем, что мы Не пендофилы Да Ну и соответственно И наоборот И Зрелую мадам Можно найти У которой Будет Бум-бум-бум Так что К этому вообще К возрасту не привязываемся К общей картине Привязываемся Да К взаимодействию Что у вас Как бы Коннект Идет или не идет Понятное дело Что когда Такой человек Ну какой может быть Коннект Ладно, все Значит Следующий комментарий Вообще Я посвящаю Это видеть Видос Вашим комментариям Но Главная тема Вот Ненависть к родичам Да Ненависть к родичам То есть Там Чувак пишет Что Вот у меня такая же Ну условно Понятное дело Ситуация Как у тебя Я свою мамку ненавижу Она мне всю жизнь Попортила И сейчас Я из этого страдаю То есть Я социофоб Абсолютно боюсь людей У меня огромные проблемы С девушками У меня никогда не было девушки Из-за моей мамки Из-за того что Я Она меня всю дорогу Угнобила всю жизнь Я из-за этого Боюсь женщин Да И соответственно Нужно нам с тобой Он говорит Все полностью Изолироваться От родителей Ну там Или от мамки И чтобы все В жизни никогда Больше она не присутствовала Потому что она Мол И дальше Будет Губить Иначе Нашу жизнь Но Я как считаю Что До определенного момента Да Потому что Ее воля была Точнее Твоя воля была В мамкиных руках Да И соответственно Она Неправильно Распоряжалась Твоей судьбой Ну Разумеется Естественно Все родители Хотят как лучше Но нету таких Конченных родителей Которые вот хотят Целенаправленно Загубить Нашу с вами жизнь Хотят как лучше Но просто Там В силу тех или иных Ситуаций И причин Получается У кого-то больше У кого-то меньше Да Опять же Генетика Вот это вот Все Предопределение И так далее Мы уже обсуждали С вами Значит Смысл Вот после этого всего Когда вы волю Уже забрали у нее Поняв ситуацию Поняв в принципе Ситуацию Что из-за чего Это хреново Хреново Вы свою волю Из мамкиных рук Забираете Все И дальше Уже как бы Они вам не мешают Не мешают Все Потому что вы понимаете Чего и как Происходит Да И соответственно И уже смысл Так вот Изолироваться И Так вот Даже издеваться Над мамкой Мстить ей Я считаю Что ну Бесполезно А наоборот Вот я За Получение кайфов Получение преимуществ От совместного Движения Взаимодействия С родителями Опять же Я вам там Целое видео Посвятил на тему Что Нужно жить Вместе с родственниками Жить С родителями Потому что Вот Первоочередная мысль Что это тупо Выгодно Выгодно Понимаете Вас накормят Напоят И По денежкам Не надо вам Никуда отселяться Платить за аренду Платить то Платить все Это будет Взаимовыгодное Сотрудничество Понимаете И вот В принципе На данных постуатах Нужно и строить Отношения с матерью После того Как вы уже начали Исцеляться Поняв проблему Что вот да Она Конченностью своей Да Больше или меньше Испортила вам жизнь Все Вы понимаете Что Да Вот из-за тех Или иных Событий Из-за Того или иного Влияния на вашу жизнь Мамкиного У вас Жизнь Загублена Все Вы понимаете Что именно От нее Исходящее Нужно блокировать И ей Не нужно молчать Ни в коем разе Ей нужно же говорить Так Хватит Хватит командовать То хватит То хватит А при этом От нее же не только Негатив исходит От родителей Не может быть Такое что Исключительно негатив Что такие токсичные Бомболевы Ну совсем Кончиты Мазафачевские Нет Такого быть не может Все Все равно Позитивчик А вот позитивчик Мы это должны Как бы Оценивать Да И все больше Им пользоваться В хорошем смысле Как бы Может быть что-то Нужно и отдавать Ну понятное дело Что в принципе Не отсекши До конца Да Своих родителей Свою мамку И вот как вот В том комментарии Что надо от нее избавиться Все Спрятаться Сепарироваться А ее ненавидеть И начать ей мстить А наоборот В принципе Вот так вот При всем При том Как бы Ее полюбив Приняв Поняв Мы уже Как бы Отдаем Взаимовыгодное Сотрудничество Да И соответственно Мы должны Получать 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 Кайфы Влага Ну не так Что совсем Наглую Но в любом случае Не прекратив Взаимодействие С родителями Мы Как бы Наоборот Получим только Бенефиты От них Бенефиты А иначе Этого всего Не будет Ну соответственно Самое бесполезное Это месть Месть Она Приведет Только к тому Что ну да Ваша мама Будет мучиться Ваша мама Будет мучиться Из-за этого Вы не будете Получать плюшки Которые В любви К маме Они бы Были вам переданы Да А тут соответственно Никаких плюшек Еще и агрессия Еще и злоба Еще может она Тоже начнет гадить В общем Вы себе Отрубаете руку Отрубаете руку ей Родителям своим И только вот Портите жизнь Это абсолютно бесполезно Нужно наоборот Подружиться И понять Что это тупо Выгодно Любовь На взаимовыгодных Условиях Или же Любовь за выгоду Вот такое вот бывает Брак по расчету Что называется Образно говоря Да Поэтому Все Это я Тем же самым Передал свое отношение К ситуации В принципе К Моя позиция Да По поводу Бред Ненависти к родителям А сейчас вернемся Вообще Что Казалось бы А что было у меня Да Значит Насколько Загубили мою психику Мою жизнь в родителе То есть Генетика Вот сразу же Начинаем с генетики Там Яблоко от яблони Значит Отец у меня Не знаю Стоит ли жаловаться Что у него Абсолютно Нет никаких Лидерских качеств Но я не говорю Что Мне его характер Передался Нет наоборот Он покладистый Такой Я наоборот Взрывной Там скандальный Там неважно В коллективе Не в коллективе Какие я устраивал Вот начиная Там со школьных времен Что я просто Мог сорвать урок И там беседовали На тему Что Там как раз таки Был взрыв Один раз А ты маму любишь Мне Преподша начала Говорить ни с того Ни с сего Что мол Я плохо учусь И Это как бы Тем самым Я показываю Свою любовь к матери Что ли И тем самым Я горжу матери своей И да в общем то нет И так вот Мы весь урок Посвятили свободе Там какие то Одноклассницы Не совсем адекватные Начали что то На меня вякать Все сразу же проявились Кто то молчал Кто то Наоборот Меня поддерживал Вот так вот У нас все устроено Или там если Автобус очень долго стоит То там начинается Уже взрыв Что там с матом Что какого хрена Даже если мы минут 5 ждем Мы уже 15 минут Тут стоим Пип Пип Все уже вышли Никто не заходит Давай мчи В общем Ну это тоже еще Из-за того что Ждать я не люблю Поэтому отец бы Ни за что бы Ни за что Никакой конфликт Он бы молчал То есть Это к счастью Взрывоопасность Я считаю Тут наоборот От мамы передалась То есть Плюшки Все равно какие то Позитивщики По генетическим Эти ситуациям есть Дарья Ну психика Вот эта супер подвижная Творческая психика Что как гибкость Постоянная Да Вот это вот все Моноперсонажность Там раздвоение Передвоение Что там Ну что за типические Эти шизофренические Подвиги Что у нас там Ну Вплоть Что негоден Никогда будет Что там Тебе вот Гвоздиком Резиновым Забивают Что несколько рамок И ты должен на них С пустой картины Постоянно Выдавать себе Изображение Соответственно Отец Отец Особенно разозлить Вызвать ее Негативные эмоции А вызвать эти эмоции Можно было Вот смотрите Казалось бы Я Меня скинули Уже я начинаю Залазить на горку И меня Там Условный товарищ Начинает скатываться Ну это мелкие мы были Да Скидывает В это время С горки Уже начинает катиться Я упал Я чуть себе все Не переломал У меня все болит И тут Мать начинает Вместо того Чтобы орать на этого товарища На меня И это не просто Был ор А это был Двухчасовой скандал Истерика Вот понимаете То есть С посещением магазина То есть Там такой кримш Все на меня смотрят Я стесняюсь Я ору Плачу Не могу ничего Это самое Постигну удачу И так далее Ничего не значу И вот так вот Это же все откладывается Ну про битье Все это Не хочу уже больше Рассказывать Вы уже все Прекрасно знаете То есть Вот она Та самая база Которая дарована Была Мне От родичей Да От моих Там Генетика Плюс воспитание И вот Их вот И внедрение Так сказать Их импринтов Ну уже Их поведенческих Импринтов Передачи их мне Ну еще раз К счастью Это А во еще Мне Так вот еще Вот это покладистость Отцовская И отсутствие Лидерских качеств Что он Даже над матерью Над моей Не лидерничал Не лидерничал Там В каких ситуациях В каких ситуациях Очень важно Где нужно Лидерничать Она била Не только меня Но и его Причем до крови И он терпел Все вот эти вот скандалы И вместо того Чтобы ей звезды Ну осуждаю Конечно дело Понятное дело Битье Битье в целом У мальчиков И девочек Я не скажу Что только девочек Исключают битье Но тем не менее Ну он вместо того Чтобы шандерахнуть Вот веточку Чтобы она там Успокоилась Он Разносил Наше совместно Нажитое Грубо говоря Имущество Да То есть там Шкаф Дверки И так далее Вот Понимаете И вот эти вот скандалы Тоже я все время Впитывал Впитывал Я же в соседней комнате Они там орут У меня сердце бьется Я стесняюсь Я волнуюсь Ну и много Много было ситуации В общем-то Я целое видео Этому посвятил Как все это было Предопределено Вся вот трагичная жизнь Из-за которой Вот мы сейчас Имеем Что имеем Но Еще раз Ну что Нужно после всего этого Вот в моей Этой ситуации Точно Первое Там чувак Еще в комментарии Написал Данный Да Ну уважаемый Мой подписчик Здорово Те Что я хочу Тоже Еще и Совершить Роскомнадзор После всего этого Что настолько Жизнь моя Загублена Я кстати Ему ответил Подробно Не только Видео Зачем ты Еще в комментарии Там расписал Бредник сумасшедшего Что Я хочу Прыгнуть Еще вот так Глубой Роскомнадзор Откуда прыгнуть Че и как Осуждаю Индекротой Что настолько Жизнь Попорщила Но в принципе Вы сами понимаете В каких Жесточайших Муках Внутренних Я все время Нахожусь Но Подумываю Как бы Прыг-скок Прыг-скок Ой-ой-ой Зайчик мой Ну как бы Во-первых Я человек Все-таки Религиозный Не забывайте Там Плюс-минус Все-таки Про славя Но пока Она у меня На паузе В данный момент Но все равно Это тяжкий грех И в принципе Вот так вот Гадить Всем Это же Ну я сброшусь А Меня же Любят Уважают Родители Понимаете И вот так вот Им гадить Но это В принципе Ну Карма Как бы Она Продолжает действовать И после смерти Я надеюсь Потому что Это по справедливости Ты наговнил Даже Вдох Нет-нет-нет Ты тем самым Не избавился От кармы Нет Будь добр Ты там уже Мучайся Пусть твоя душа От этого мучается Ну это как бы В принципе Ладно Не будем Негативничать Но Тем не менее Вот так вот Вот написал Он про прыг-скок Прыг-скок Я так чисто Гипотетически Просто все это Сами эти позывы-порывы Прерывы И вы как бы Поймите Вот то что Карма Она в любом случае Вас настигнет Даже после смерти Там это От нят Рай не рай Та-ра-та-та-та В общем ладно Что-то мы далеко залезли Так что вот Насколько Вот бывает Вот еще раз И после всего этого После вот этой вот Полученной базы Насколько я должен Возненавидеть Своих родителей Этих падл Которые загубили мне жизнь Которые неправильно С себя вели С такой чудовищной генетикой На кой хрен Вот даже вот еще Есть такая мысль Да Вообще Это нужно было В самом начале Закрикать Я не заставлял Вас Меня Рожать Да Есть такая мысль Но Она как бы Глупа Потому что Это не то что История не терпится Слагательного наклонения Давайте вообще так вот скажем Слагательного наклонения В жизни не существует Все Забыли про него И то что так вот А вот Вы должны как-то подумать были Что мне такая мысль придет Что мне плохо жить Зачем вы меня родили И вы до рождения Еще должны были об этом подумать И меня не рожать Понятное дело Что Еще до рождения Они планировали Они хотели Чтобы ты был Не просто рожден Но ты был еще счастлив Более так менее Ну по крайней мере Точно не хотели родители Чтобы ты вылез И мучился 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 Что я вас не заставлял Рожать меня Меня не нужно было рожать Так ну понятно дело Но ты против не был Потому что тебя то в принципе Не было Зачем вообще Это обсуждать В принципе Эту глупость Ну есть у меня Такой один товарищ Даже можно назвать его Сник Назовем его другом Все таки А не товарищем Который говорил Что типа Я не заставлял рожать меня Все Про это вообще забыли Про это забыли Рожать не рожать Все Вот И При всем при этом Вот Мое отношение к родителям Ну я только что передал Все что я до этого рассказывал Что как бы Я Понял Принял ситуацию И сейчас С тем что имеем Да это безумно сложно С этим работать Вот Со всем Что имеется у меня Там проблемы Сям проблемы Из этого Просто выскакивают Во всех жизненных ситуациях В огромном количестве Жизненных ситуаций Из-за той базы Которую я получил От родителей Да В разных аспектах Выскакивают проблемы Просто гиперпроблемы Ну основная проблема Это все таки Вот эта вот Подниженность Восприимчивость Психическая Что ну сами понимаете Там Психиатр Не психиатр Таблетки Не таблетки Я еще сейчас Пытаюсь от них избавиться Сколько я уже пытаюсь От них избавиться Какие тоже Это Проблемы в общем во всем Щитовидка Прыщи Это щитовидки же Тут же волосы полезные Это все генетика Понимаете То что она молоком Не кормила своим Тут же психика Психика это тоже Генетика И все это Разрушается Разрушается постепенно Тут же Очень низкий Тестостерон стал Тут в принципе Мировоззренческие Позиции ошибочные Тоже И так всяк Вот то есть Катастрофа Жизненная катастрофа Вот сейчас Я имею дело Вот с собой У меня И внутри Полностью Жизненная катастрофа Но И что мне поможет Каким образом Если я начну Как мне поможет Ненавидеть при всем этом Родителей За то что я получил Я еще хуже себе Я усугублю ситуацию Нет Потому что Нужно их Уважать Ну как то Любовь не любовь Это все относительно Любить не любить И как бы Чтобы они помогали Не избавляться от их помощи Наоборот получать Или может даже Выпрашивать Выклячивать Их помощь В том числе Кстати финансовая Ничего там такого нет Но я ни у кого Из родителей Деньги не выкрачиваю Но в вашей ситуации Говорю что В принципе А почему бы нет Если да Что так Помощь А будьте добры Вот вы мне Жизнь загадили Так помогите Хоть там Как говорится Две тысячи мне подарите Да А у нас в принципе Из-за вот этих Взаимовыгодных условиях То есть Ну живем вместе Мне не надо Мне не хочется По крайней мере На данный момент Жить отдельно А я пожил отдельно В разных местах Я вам уже рассказывал И квартиру снимал В аренду И общага И думал уже Там Ипотеки Хринеки Ну вон Как это Одумался Там в принципе Очень выгодно А тут вот Мне все это платить Не надо Я с родителями Как говорится Живу Ну с отцом И это Это уже выгодно Это уже профит Я от них получаю Чего бы у меня не было Если бы я Разругался С ними Понятно Окончательно Признавая И при этом Да Я понимаю Что Ну испортили Они мне жизнь Испортили Но Дальше Вот уже Они испортили В тот момент Когда моя воля Была в их руках А дальше Что уже Моя задача Как можно быстрее Забрать У нас это давно Уже было проделано Свою волю Из их рук Цепких Несепких Лап Нелап Коктистых Некоктистых И уже С ней действовать Но тут Выхода два Выхода два Либо как Относительно Мой случай К сожалению Это все Из-за психики Из-за примчивости Ни черта не делать Извиняюсь Сидеть Играть в паб Там общаться Эти насмешки В пабге Ну это в доте Насмешки А там эмоция Команды Танцульки Не танцульки Аэрдроп Не аэрдроп Вот Сидеть Целыми днями Ютуб смотреть Да В общем Ни хрена не делать Просто Полнейшая такая Стагнация Деградация Либо же Перебороть Получить мотивацию Ну уже Запустив Мотивацию Самостоятельно Сейчас у меня Как такой Мотивации нет И уже запускать И действовать 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 Ну Посмотрим Вот Выбор два Действовать Чтобы это все Преодолеть Вот эту Тяжелую Тяжельную Тяжельную Все это Эту обстановку Все что мы Имеем Либо же Вот так Кайф 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 Питаться Кайфовать Пытаться заглушить всё дерьмо, что, ну, ты и нет, да? Вот, выхода два. Больше выходов как бы не существует. Вот в чём и дела. Ну, преодоление, там, понятно, подразумевает огромное количество там работы, это, 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 это в разных сферах, как вот заглушение, это вот так вот, так вот. Ну всё, что ли? Есть научный термин у всего этого, научно-философский. Когда ты погружаешься в изумираляности, в мир искусства, там, или в компьютерные миры, да? Ну ладно, что, друзья, продолжаем взаимодействовать. С вами был Александр Кузьмин, спасибо за лайки, подписки, комментарии. Всех ценю, всех уважаю. Будем действовать, будем бороться, ну, звук, какой есть, такой есть. Всем пока.